Зима не за горами, подумай о ней летом. Как идет подготовка теплосетей и система отопления к предстоящей зиме? Отдыхайте на здоровье! В новом созданном в этом году Кигенском районе начали работу летние детские лагеря. Новый праздник! В Казахстане учрежден новый праздник. Глава государства объявил 1 июля Днем Домбры. Какую роль национальный инструмент играет в жизни современных казахов? Подготовка региона к отопительному сезону 2018-2019 идет полным ходом. Так, уже на сегодняшний день в Алматинской области порядка 40% работ завершены. Как говорят ответственные лица, подача тепла будет проведена в срок и волноваться гражданам не стоит. Так ли это и как идет подготовка к холодам, узнавал наш корреспондент Ануар Амагельдинов. В этом году властями Алматинской области запланировано починить около 40 километров тепловых сетей. Из них порядка пяти уже отремонтировано. Активно работы ведутся и по модернизации 34-х котельных региона. Больше всего сил и средств направлено на реставрацию котлов на самом мощном предприятии региона – Баскуат. За счет него теплом обеспечены более 50% жителей областного центра. Всего на ремонт системы отопления и приобретения оборудования выделено более 400 миллионов тенге. На нашем балансе находятся 9 котельных. Из них, значит, вот эта котельная Баскуат, она самая мощная. И еще, значит, есть 5 квартальных котельных и еще там 3 мелких котельных. По котлам, которые мы запланировали капитальный ремонт, значит, по Маскуату запланирован капитальный ремонт на трех котлах. На сегодняшний день мы ведем работу на двух котлах. На одном котле, значит, процент выполнения на сегодняшний день состава уже порядка 60%, а на втором котле, значит, порядка, ну, около 18-25%. Третий котел, значит, начнется капремонт немножко позже по завершению ремонта на этих первых котлах. На сегодняшний день у нас заготовлено топливо на складах порядка 23 тысяч тонн угля. Значит, этого угля нам хватит практически до сентября-коктября месяца. Согласно графику, поставка топлива на зимний период у нас начнется в августе-сентябре месяца. Готовить летом не только сани, но и уголь просят ответственные лица жителей области во избежание ажиотажа, возникшего прошлой зимой. Посетив один из тупиков областного центра, действительно можно заметить, что горючего камня достаточно. Однако в теплое время года спрос на него не особо велик. На сегодняшний день в Алматинской области имеются 92 тупика. Ежедневно в регион поступает более 80 вагонов. В целом нам необходимо полтора миллиона тонн угля. На данный момент более 80 тысяч тонн угля к нам в край доставлено. Проводя мониторинг нехватки твердого топлива на тупиках, мы не наблюдаем. Поэтому в этой области ситуация стабильная. Что касается в целом всей подготовки к отопительному сезону, то нами уже выполнено порядка 40% работы. Все идет согласно графику, так что к середине сентября все работы будут завершены на 100%. Всего на подготовку к зиме из бюджета выделено 6 миллиардов тенге. Из них чуть более 5,5 миллиардов пойдут на закоп топлива. Остальная часть уйдет на ремонт, систему отопления и приобретение нового оборудования. Таковых на данный момент более 4 тысяч объектов. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. 771 правонарушение выявлено с начала текущего года в Алматинской области в ходе проверок грузовых автотранспортных средств на автодорогах республиканского и местного назначения. Сумма наложенных по ним штрафов превышает 30 миллионов тенге. В целях усиления контроля за грузовыми автомобилями инспекцией транспортного контроля по области объявлена акция «Тяжеловесный транспорт». Какие условия теперь ставятся перед водителями грузовых автомобилей, узнавала наша съемочная группа. Олег Козыра – дальнобойщик с 20-летним стажем. Уже 5 лет ездит на своей новенькой фуре. Как говорит мужчина, заказы ему поступают разные – от перевозки стройматериалов до машин. Но всегда я требую от заказчика прежде всего соответствующие документы, говорит он. «Стараемся распределять по осям правильно груз и перегруз вообще не возим. Надо сохранять наши дороги, так сказать. Они же нас кормят, а мы их будем бить. Поэтому перегруз возить мне не надо». А у владельца данного грузовика нарушений есть. По закону, высота груза в кузове автомобиля не должна превышать 4 метров. В данной ситуации превышение аж на 27 сантиметров. Инспекторы транспортного контроля оформили нарушение, по которому теперь на водителя и его фирму налагаются соответствующие штрафы. «Данное автотранспортное средство ездит с нарушением габаритных параметров. То есть допустимые нормы – это 4 метра, он превышает 27 сантиметров. Сейчас, до выяснения обстоятельства, данное автотранспортное средство будет остановлено и до выяснения обстоятельства будет стоять на спецстоянке. Спецстоянки как получат, так машина уедет». Согласно законодательству, на республиканских автодорогах вводится ограничение движения транспорта по осевым нагрузкам. То есть при высокой дневной температуре свыше 25 градусов грузовым автомобилям запрещается ездить по автодорогам, республиканского и областного значений, так как именно тяжеловесы повреждают дорожное полотно. «Грузовые автотранспорты СССР не должны превышать, допустим, манерры при температуре 25 градусов. В случае нарушения автотранспорта водитель автотранспорта останавливается до понижения температуры 25 градусов. До этого автотранспорт запрещает эксплуатироваться, то есть передвигаться по дорогам общего пользования. В случае нарушения составляется административный материал, налагается сбор. Чтобы не допустить данного нарушения, владельцы автотранспорта СССР должны получать специальное разрешение, которое проводится через государственные предприятия, госкорпорации авто, через ЦОН. Могут получить данную госуслугу в течение одного дня». Как признаются инспекторы, в основном недобросовестные дальнобойщики предпочитают ездить в ночное время, так как в этот период им легче скрыться от сотрудников соответствующих органов. Но как бы то ни было, все посты транспортного контроля Алматинской области работают 24 часа в сутки. И, как уверяют инспекторы, все недобросовестные грузоперевозчики будут привлечены к ответственности. Ученики средней школы имени Малайсары Керблакского района стали одними из лучших в республиканском конкурсе по ментальной арифметике. Они завоевали почетное третье место из тысячи участников. В этом заслуга учительницы начального класса Куаныш Нусиповой. В свободное от занятий время педагог бесплатно учит детей быстро считать в уме и развивать образное мышление. За 10 минут около 70 задач. Именно столько решает второклассник Нурислам Шолдаспай. Мальчику сейчас 8 лет. Интерес к математике учительница Куаныш Нусипова заметила сразу и стала дальше развивать навыки школьника. Для начала педагог научила его, как и других детей, считать с помощью абакуса, затем в уме. Несмотря на свой юный возраст, теперь Нурислам опережает не только своих сверстников, но и учеников постарше. Когда я только пришел учиться в школу, Куаныш Нусипова мне сказала, что у меня хорошие математические способности. Она мне предложила бесплатно проходить ее курсы ментальной арифметики. Я согласился. Сейчас мы уже закончили второй уровень. На уроках ментальной арифметики мы не только считаем, но еще обводим рисунки двумя руками. Уроки Куаныш Нусиповой сейчас посещают 10 школьников. Бесплатно. С сентября месяца начнется новый набор в группы ментальной арифметики. Обучать их буду с нуля. А дети, которые сейчас учатся, перейдут на новый уровень. Я буду обучать любого ребенка, у которого есть желание учиться. Надеюсь, эти навыки им помогут в будущем. Хотелось бы, чтобы их таланты заметили, и они стали востребованными специалистами. Так как я учитель начальных классов, у нас нет возможности участвовать в олимпиадах. Но все равно мы будем участвовать в других конкурсах и показывать себя. Впрочем, показать себя ученикам уже удалось. Воспитанники Куаныш Нусиповой вернулись с прессовыми местами с республиканского конкурса, который прошел накануне в городе Алматы. Они отличились из тысячи участников со всей страны умением быстрого счета в уме. Долгожданный заезд в летние школьные и загородные лагеря начался. В селе Жалауло Кигенского района этим летом особое оживление. Недавний указ главы государства о создании новой административно-территориальной единицы вдохнул в эти места новый импульс. С момента последнего звонка у жалаулинских школьников началась другая программа подготовки. Они охотно разучивали речевки и отрабатывали синхронность движений для флешмоба к открытию лагеря. Основное большинство мероприятий проходит под эгидой 20-летия Астаны. Из фонда обязательного непрерывного образования мы выделили средства и пятерых детей направили в загородные лагеря. Есть еще палаточный лагерь. Еще восемь детей отдыхают в пришкольном. Отдых для всех детей бесплатный. В лагере Балдаурин все кипит. Вожатые организованно ведут занятия по экологическому воспитанию отдыхающих. Старшие заботливо ухаживают за прилегающей территорией. Младшие же занимаются в кружках и секциях. Но утро каждого отряда начинается с зарядки. Ведь какой образ жизни сформируется в сознании ребенка, такими будет весь его жизненный уклад. А юные художники готовят выставку своих работ. У нас очень красивая природа, особенно летом. Все цветет. И я больше всего люблю рисовать именно природу и животных. Свою работу, в которой запечатлел пейзажи нашего села, я посвящаю 20-летию нашей столицы. Сельские ребятишки нисколько не отстают от городских в программе лингвистического обучения. Все занятия учителя ведут на трех языках. И не только в период школьных занятий, но и здесь, в лагере, во время каникул. Со старшими школьниками занятия проводят психологи. Темы разные. Как уберечься от деструктивных влияний, подвиги отцов и дзедов, герои нашего времени и даже подростковая любовь. В рацион питания каждого отдыхающего включен Саумал. А в программу учебного и физического развития походы на лоноприроды. Благо, природные ландшафты в этих краях богаты и разнообразны. В стране началась системная работа по активизации деятельности первичных организаций. Ее проводит Федерация профсоюзов Республики Казахстан. Встречи намерены проводить с учителями, деятелями культуры и врачами. Планируется посещение и крупных производственных объектов. Цель – выявление актуальных вопросов в сфере сегодняшнего дня. Одной из таких встреч стала конференция на базе Центра Рухани Жангару. В мероприятии принял участие заместитель председателя Федерации профсоюзов Казахстана Ерлан Саиров. В ходе собрания проанализирован ход работы первичных партийных организаций. Выявленные вопросы и проблемы зампред Федерации взял на карандаш. Они будут решены на законодательном республиканском или на региональном уровне. Вопросы безопасности и охраны труда являются наиболее важными. Почему? Потому что буквально за последние полгода более 4 тысячи случаев производственного травматизма. Из них, к большому сожалению, 50 с летальным исходом. Этот год Федерация профсоюзов Казахстана объявила годом безопасности и охраны труда. И совместно с нашими партнерами, в том числе с партией НРОТАН, мы по всему Казахстану проводим диагностику и анализ состояния безопасности труда в крупных предприятиях, в средних предприятиях, так и во всех учреждениях. Далее обзор зарубежных новостей. 45 тысяч мирных жителей покинули свои дома в связи с боями на юго-западе Сирии. Об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель управления ООН по гуманитарным вопросам Енцпарке. При этом он подчеркнул, что все эти люди нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В результате вооруженных столкновений в Дираа была повреждена гражданская инфраструктура. Ранее сирийские правительственные войска установили полный контроль над несколькими населенными пунктами в этой провинции. Отметим, в июле прошлого года Россия и Ордания и США согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деслокации, куда входят провинции Дираа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Члены экстремистских группировок предпринимают попытки создать автономию на юге Сирии. Это может привести к расколу страны, отмечают эксперты. Бразилия продолжает свирепствовать вирус птичьего гриппа. Только в штате Баия жертвами инфекции уже стали 15 человек. Не лучше дела обстоят и в других регионах страны. Официальные данные о числе инфицированных не озвучиваются. Однако волонтеры и социологи заявляют о десятках заболевших. Вакцин хватает далеко не на всех пострадавших. Первые тревожные нотки прозвучали в бразильских штатах еще в начале месяца. В местные клиники стало обращаться все больше людей с подозрением на вирус. Поначалу атаку болезни удалось сбивать с помощью вакцин. Однако основной удар грипп нанес издалека. В городах проблем с медикаментами, как правило, нет. Чего не скажешь об отдаленных регионах, куда профилактическая помощь доезжает крайне редко. По мнению врачей, именно в бедных районах и получила второй шанс на существование. В Бразилии это смертельная инфекция. Мальта согласилась принять в своем порту судно неправительственной организации «Лайфлайн», на борту которого находится свыше 230 африканских мигрантов. Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конто. Также есть информация, что Франция может направить на место команду специалистов, которые будут рассматривать вопросы мигрантов на предоставление им статуса беженца. Ранее судно «Лайфлайн» спасло в Средиземном море терпящих бедствия людей. Среди них были дети и беременные женщины. Рим отказался принять беженцев. В результате судно было вынуждено дрейфовать в море в ожидании согласия какой-либо из близлежащих стран принять нелегалов. По словам экспертов, инцидент с «Лайфлайн» усилит миграционный кризис в Европе, вызвав серьезные разногласия между лидерами европейских стран. Лилия Штогрина по материалам интернет-ресурсов. Будущее Астаны можно увидеть в режиме онлайн. Увидеть столицу будущего предлагает казахстанцам фонд первого президента. Авторам нового мультимедийного интернет-проекта удалось создать фантастическую столицу 21 века. Совершить путешествие во времени позволит сайт, который уже доступен и на котором можно увидеть, как менялась наша столица и какой она может стать через годы. Американский журналист Джо Сайя Блэр приглашает пользователей в режиме онлайн окунуться в прошлое, увидеть реальность и заглянуть в будущее города в сердце евразийского континента. О историю Астаны расскажут сами столичные жители. Железнодорожники, политики, спортсмены, медики, строители. Все они не просто наблюдали за тем, как растет на карте мира новая столица, но и сами участвовали в стройке века. На некоторых кадрах Астану совсем не узнать. Люди, улицы, кафе, дома, таблички. Все это переносит в недалекое прошлое, когда Астана еще не была Астаной. Это был провинциальный Целиноград Акмула. И вот спустя 20 лет в бескрайней степи появился современный красивый город будущего. Авторы проекта не стали ограничивать себя в фантазиях и нарисовали футуристическую Астану. Проект создавался фондом первого президента. В Петропавловске связисты испортили новый дом. Продырявили крышу, по крайней мере, так утверждают сами жильцы. Теперь в квартирах идут дожди и растут грибы. Но владельцы сотовой компании своей вины не признают. И ремонтировать крышу, не говоря уже о квартирах, даже не собираются. Натяжные потолки, как водосборник после дождя. Мама годовалой девочки Ирина Краснощек превращает все в игру. Лишь бы не испугать ребенка. Хотя тут совсем не до веселья. Дождик в этой квартире и во всех остальных на верхнем этаже – обычное дело. А ведь дому всего 4 года. И все из-за того, что КСК решила подзаработать. На крышу девятиэтажки пустили связистов, которые установили там свои антенны. За это платят аренду 70 тысяч в месяц. Жильцы уверены, что именно связисты и повредили им крышу. Только владельцы сотовой компании своей вины не признают. А ведь на ремонт надо 400 тысяч. Ремонт в квартирах, видимо, полностью ляжет на плечи жильцов. В Уральске огласили приговор по делу о жестоком убийстве неподалеку от городского УВД. В середине марта там нашли истерзанное тело женщины. Фото с места преступления, разлетевшиеся по соцсетям, заставили говорить о появлении в городе жестокого убийцы. Подозреваемого задержали через день. Азимбек Асалбеков в тот день с другом отмечал свой 28-й день рождения и в одном из баров познакомился с жертвой. Они уехали из заведения втроем, но в машине завязалась потасовка. 50-летняя женщина, вероятно, передумала ехать. Потребовала остановить машину и даже ударила Асалбекова по лицу, что привело убийцу в ярость. После того, как троица вышла из такси, женщину избили, раздели и задушили. Результат 12 лет строгого режима и 4 миллиона тенге компенсации семье убитой. А вот его друг, как ни странно, в деле не фигурировал. Но судья вынес постановление о том, что необходимо возбудить дело о недонесении. Обзор подготовила Пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. Грам-при в номинации «Хореография» удостоился танцор с 15-летним стажем из ЖТСУ Бегзат Агияр. Он стал победителем в международном конкурсе «Юнир Жудздара-2018», который проходил накануне в Кыргызстане. Бегзат признан лучшим среди участников из Германии, России, Турции, Узбекистана и самого Кыргызстана. Конкурс состоял из трех этапов. На первом жюри оценивало мастерство солиста в киргизском народном танце. На остальных двух конкурсант по своему усмотрению должен был представить музыкальный номер. Победу нашему земляку принес авторский танец в казахском стиле в роли охотника. Актерство, подача и сам сюжет номера оценен высоко. Сейчас по возвращению на родину Бегзат готовится к юбилейному концерту в честь 20-летия столицы. На днях он отправляется в Астану. Этот конкурс в Кыргызстане проводился первый раз, оказался. Поэтому вот мы в этом году его отправили, одного рекомендовали. И он не подвел нас, получил, показал нашу культуру, наше искусство и вернулся с победой. Это для нас большая гордость, большая радость. Вообще Бегзат, он очень трудолюбивый, очень ответственный танцор. Он работает в ансамбле с 2004 года. За это время он был участником многих конкурсов, многих фестивалей. И всегда возвращался с победой. В Казахстане отмечают новый праздник. День Домбры утвердил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Торжественные мероприятия будут проводиться ежегодно в первое воскресенье июля. Сегодняшний репортаж посвящен национальному инструменту, а также музыкантам, играющим на них. Какой самый любимый и распространенный музыкальный инструмент среди казахов? Не всяких сомнений, дамбра. Она по праву считается национальным достоянием Республики Казахстан. Ее история насчитывает почти полторы тысячи лет. Дамбра верн в спутник казахов во все времена. Широкой популярностью инструмент пользуется и сегодня. То, что президент учредил День Домбры, это великая радость для нашего народа. Счастью нет предела. Мы, коллектив Дворца культуры, полностью поддерживаем решение главы государства. Дамбра, как исконно казахский инструмент, заслуживает отдельного праздника. Юная дамбрийская Акикат Лязад – лауреат республиканских и международных конкурсов. Любовь к национальному инструменту девушки привил дедушка. Он ее первый учитель. Познав Азы, Акикат продолжила изучать Дамбру в стенах Талдыкурганского музыкального колледжа имени Канабека Байсиитова. Мой дедушка часто мне говорил, что если ты не умеешь играть на Дамбре, ты не настоящий казах. Его слова стали для меня наставлением. С тех пор я неустанно продолжаю изучать Дамбру. Записалась на кружок Жецу Шиберлерэ во Дворце культуры. Здесь я многому научилась. Участвовала на международных и республиканских конкурсах. В прошлом году заняла третье место на международном конкурсе дамбристов в Астане. В следующем году конкурс пройдет в Атрау. Я обязательно приму там участие и займу первое место. И уверена в своих силах, потому что у меня есть сильные учителя. Дамбра может быть как сольным инструментом, так и играть в большом оркестре. В умелых руках она может передать всю гамму человеческих чувств и переживаний. Без дамбры не отходится ни одно событие или торжество у казахов. Так, 7 июля на юбилей столицы около 130 музыкантов ансамбля Дворца культуры порадуют своим творчеством жители Астаны. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, телеканал Жецу. Руководство Управления физкультуры и спорта Алматинской области поздравило спортивных журналистов нашего региона с их профессиональным праздником. Грамотами и денежными премиями были отмечены представители печатных и электронных СМИ, уже многие годы освещающие спортивную жизнь области. Со страниц газет и с экранов телевизоров они призывают заниматься физкультурой и спортом людей всех возрастов, а также освещают все спортивные мероприятия, которые проходят в нашем городе и области в целом. Рассказывают о достижениях наших земляков-спортсменов от самого маленького возраста до ветеранов спорта, тем самым пропагандируя принципы здорового образа жизни и олимпийских идеалов среди широких слоев населения. Мы отмечаем труд наших журналистов, которые работают на профессиональный спорт, это Жаркан Шентаев, Рили Штогрина, Александр Склобовский, Турсумбаев, Ришат, которые освещают средства массовой информации, наши спортивные достижения нашей области. Вот все новости, которые происходят в нашей Алматинской области в проведении спортивных массовых мероприятий. Такой была информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова